Докторская диссертация Докторская диссертация Докторская диссертация Докторская диссертация Поэтому целью такой, основной целью работы было как раз установление электронных процессов, определяющих, описывающих оптические, электрические, фотоэлектрические свойства систем, содержащих ансамбли кремниевых нанокристаллов. Для этого необходимо было провести систематические исследования этих свойств и выяснить, какое влияние на эти свойства оказывают те или иные параметры самой структуры. Например, объемная доля нанокристаллов, их форма и поверхностное покрытие. Надо сказать, что исследованием кремниевых нанокристаллов люди занимаются довольно-таки давно и многие занимаются помимо нас и продолжают заниматься. Но вот именно если говорить о систематических исследованиях, там где изучено довольно большое число систем разных видов, разных типов систем, с разных сторон, структура различными методами, в которых бы исследовалось электронные свойства, определяющие основные процессы. И как-то подведены были бы выводы общие для такого рода систем. Вот такие работы на момент постановки задачи исследований отсутствовали. Естественно, ни в одной работе нельзя охватить все системы, содержащие ансамбли кремниевых нанокристаллов. У нас было три вида, три типа таких различающихся систем. И первый тип это нанокристаллы кремния в аморфной матрице. Вот здесь приведена картинка из просвечивающего электронного микроскопа. Вот видно есть аморфная матрица, это там где атомы кремния полностью разупорядочены. И в ней находятся вот обведены некоторые из них фрушки, нанокристаллы, там где в атомах наблюдается периодическое расположение. Такой материал, он технически очень привлекателен, поскольку это материал для тонкопленочных солнечных элементов. Дело в том, что аморфный гидрированный кремний без нанокристаллов, он уже давно используется в солнечных элементах, именно промышленно выпускаемых. У него есть много достоинств, но есть и некоторые недостатки. Одним из самых главных недостатков, наверное, это деградация его свойств, его параметры под действием освещения. То есть просто под действием солнечного, например, освещения его параметры ухудшаются. Оказывается, что преодоление и подавление этого эффекта, и даже, как показано в работе, сведение его на нет, можно достичь введения в аморфную матрицу кремниевых нанокристаллов. С фундаментальной точки зрения этот объект тоже абсолютно понятен. Это двухфазный объект, в котором есть плохо проводящая аморфная матрица и хорошо проводящий электрический ток по сравнению с этой аморфной матрицей кремниевые нанокристаллы. Понятно, что в такой системе все зависит от соотношения объемных долей вот этих двух фаз. Научные проблемы, которые стояли, опять же, на момент постановки задачи, если их формулировать в общем для такого рода систем, то вот как раз не было проведено исследований, как влияет объемная доля кристаллической фазы, то есть что будет происходить, если мы начнем увеличивать концентрацию нанокристаллов в аморфной матрице. И кроме того, отсутствовала модель переноса и рекомбинации носителей заряда вот в такого вида системах с большой долей кристаллической фазы. Под большой, понимается, уже достаточно большая, чтобы свойства кардинально отличались от тоже неплохо изученного на данный момент аморфного кремния, но в то же время еще и не совпадали с совсем хорошо изученным материалом монокристаллическим кремнием. Второй тип объектов, которые были исследованы, это пористый кремний, это монокристаллический кремний, но с большим количеством пор, с большим количеством отверстий. Я тоже здесь привел фотографию, но я сразу привел фотографию, в которой нанокристаллы обладают латеральной анизотропией формы, то есть анизотропией формы в плоскости. Дело в том, что без этой анизотропии пористый кремний уже довольно хорошо исследован, а вот с таким расположением, вот нанокристаллы вытянуты вдоль кристаллографического направления 1-1-0, сплюснуты вдоль направления 0-0-1, но с таким расположением работ по изучению электропроводности и процессов переноса носителей заряда и фотопроводимости не было. Пористый кремний рассматривается как перспективный материал для применения во многих областях, и вот с фундаментальной точки зрения это, безусловно, удобный модельный объект, поскольку, как я уже сказал, в нем можно менять форму нанокристаллов, ну и второе, у него много пор, большая площадь удельной поверхности, а следовательно, можно производить адсорбцию и в широких пределах менять поверхностное покрытие нанокристаллов. Поэтому, вот в отличие от первого вида, от первого типа систем, а именно аморфного кремния с кремниевыми нанокристаллами, тут добавляется возможность посмотреть, как свойства зависят от формы нанокристаллов и их поверхностного окружения. Опять же, на момент постановки задачи, вот отсутствовали такие данные по проводимости и фотопроводимости, такой системы с ленизотропией формы нанокристаллов, и, кроме того, если речь идет особенно о сенсорных применениях, то там в результате адсорбции меняется проводимость, и она может меняться за счет изменения концентрации носителей заряда, и за счет изменения их подвижности. Вот установление влияет ли и каким образом вот эта вот адсорбция на изменение именно подвижности носителей заряда проведено, не было. Третий тип изученных систем, третий вид системы, это нанокристаллы кремния в матрице СО2. Ну вот если первый объект, у нас были нанокристаллы, которые находились хоть и в плохо, но еще проводящей матрице, то чтобы как-то завершить всю совокупность возможных изменений и свойств, мы поместили нанокристаллы в диэлектрическую матрицу, матрицу СО2. Вот тоже показана картинка, она тут чуть-чуть в таком масштабе не очень крупном, но вот видно слои нанокристаллов, и они разделены диэлектрической матрицей. Такие системы перспективны для использования в светоизлучающих устройствах, лазерах, светодиодах и также создания элементов памяти. Фундаментальная вещь, я в принципе о ней уже сказал, это нанокристаллы в диэлектрической матрице, и здесь технологически была возможность изменять размеры нанокристаллов и число пар слоев, содержащих нанокристаллы и СО2. Вот на момент постановки задачи с этими системами в основном увлекались исследованием фотолюминесценции, а вот механизмы проводимости, которые нас интересовали в такого рода систему, изучены в общем-то не были. Я еще раз повторюсь, что это не исчерпывает всего многообразия систем, но тем не менее позволяет нам создать довольно целостную картинку, потому что мы можем варьировать и объемную долю нанокристаллов, и их форму, и их поверхностное покрытие, и, наконец, варьировать матрицы, в которых они находятся. Поэтому, в общем-то, тут действительно реализован довольно системный подход к изучению такого рода объектов. Но методов тоже было довольно-таки много, потому что мы исследовали эти объекты всесторонние, различные методы технологические получения, различные аналитические методы исследовались. Ну, тут, в частности, показана электрохимическая ячейка для получения пористого кремния и рамоновский спектрометр. Ну, картинки всех приборов, конечно, на один слайд не уместились. Если говорить в самом таком общем виде, то, что получено, ну, самый общий результат – это модели, которые нужно было построить, а именно переносы и рекомбинации носителей заряда вот в такого вида системах, они построены. Вот, естественно, в этом общем выводе есть какие-то более локальные выводы, которые характерны только для одного типа систем. Ну, например, характерны только для нанокристаллов кремния в аморфной матрице. Они могут быть нетривиальны, эти выводы, и могут иметь практическое применение, об этом я чуть позже скажу, но они, их нельзя распространить, они именно вот для этого вида систем, когда у нас, скажем, аморфный кремний с различной долей кристаллической фазы. А есть, безусловно, и какие-то общие закономерности, которые, ну, представляют, наверное, наибольший интерес. Вот такие общие свойства, общие закономерности самые основные. Я здесь постарался отметить, и первое – это большое влияние на величину электропроводности потенциальных барьеров, находящихся на границе кремниевых нанокристаллов. Это приводит к тому, что рост электропроводности с увеличением доли кристаллической фазы, имеется в виду вне проводящей или плохо проводящей фазы, он не описывается стандартными моделями перколяции или эффективной среды, вернее, он ими описывается, но обязательно нужно учесть вот это вот влияние потенциальных барьеров. Второе – то, что было установлено, что везде основными рекомбинационными центрами являются оборванные связи на границе кремниевых нанокристаллов. Это было впрямую экспериментально показано. И, кроме того, тип рекомбинации неравновесных носителей заряда носит туннельный характер. Что же для всех систем? Третье – то, что анизотропия формы нанокристаллов. Мы исследовали, правда, ее на одной системе – пористого кремния, но для объяснения всех фактов совершенно не использовалась специфика этого материала, поэтому анизотропия формы приводит к анизотропию электропроводности и фотопроводимости, что, наверное, можно было ожидать. Но здесь, опять же, чтобы объяснить всю совокупность экспериментальных данных, нужно учесть наличие потенциальных барьеров на границах нанокристаллов. Теперь, если отметить какие-то выводы, имеющие практическое применение. Но самое основное – это получение материала, а именно определение, какая доля кристаллической фазы должна быть, какой размер нанокристаллов и какие технологические параметры, чтобы получить вот такой вот материал, который не изменяет своих свойств под действием освещения, то есть в котором отсутствует вот эта вот самая деградация, присущая аморфному кремнию, но в то же время всеми фотоэлектрическими параметрами обладает не хуже, чем аморфный крем. Второе, то, что было обнаружено, тоже может для практических применений использоваться, это видя моя фотолюминесценция с максимумом вблизи 675 нанометров от пленок асяж, подвергнутых фемтосекундному лазерному облучению с большой плотностью энергии в импульсах на воздухе. В этом случае из аморфного кремния получаются нанокристаллы кремния, уже находящиеся в оксидной матрице. И как это может быть использовано для практики, здесь можно сделать то, что называется люминесцентным концентратором. Вот ультрафиолетовый свет, солнечные элементы на основе кремния в электричество преобразуют очень плохо, а видимый диапазон уже для них значительно более приемный. Так вот, если на такую систему падает ультрафиолетовый свет, она его преобразует в видимый свет, который уже хорошо воспринимается и преобразуется в электричество солнечными элементами. Для использования в сенсорах, вот здесь вот показано, что при проведении адсорбции изменяется как концентрация носителей заряда, так и их подвижность, причем продемонстрирована возможность определения, в какой степени изменяется та или иная зависимость из совместного измерения ИК спектров пропускания и электропроводности. Ну, в том случае, если по каким-то причинам не работает эффект холода, то вот такой метод можно использовать. И надо сказать, что я этот метод выделил в практические применения, но он имеет и общий на самом деле характер, потому что здесь тоже не используется специфических свойств пористого кремния. Более того, наши исследования на материалах оксидов металлов, полупроводниковых, которые используются для газовых сенсоров, например, Индии 2О3, показывают, ну, вот примерно такие же зависимости, которые были в работе получены для кремниевых нанокристаллов. То есть, может, этот вывод даже еще более такой общий и может быть распространен не только на системы с кремниевыми нанокристаллами, но и на какие-то другие наноструктурированные объекты. В Индии 2О3, где мы видели, это был наноструктурированный материал. И в процессе исследований тут вот обнаружилось довольно случайно такой интересный факт, который может использоваться для диагностики. Дело в том, что когда в аморфном кремнии малое количество нанокристаллов, то вот с объемной долей 10 и даже меньше процентов встречаются такие образцы, то их очень сложно каким-то образом зафиксировать. Стандартный, используемый в этом случае метод рамановской спектроскопии не позволяет увидеть кристаллический пик. Конечно, можно использовать рентгеновские методы, можно использовать просвечивающую микроскопию, но это довольно-таки трудоемкие и сложные методы, плюс не везде есть к ним доступ. И наш опыт показывает, что даже и с помощью просвечивающей электронной микроскопии нужно сильно постараться, чтобы эту объемную долю обнаружить. Мы зафиксировали два факта, что оказывается спектр электронного парамагнитного резонанса кардинально меняется при наличии небольшой доли нанокристаллов. Он отличается от аморфного кремния и вот такого же спектра ЭПР, когда доля нанокристаллов уже превосходит 20, даже 15 процентов. То есть он именно характерен для образца с небольшой долей кристаллической фазы. И то же самое мы видели на спектрах фотолюминесценции, то есть на пике от аморфного кремния, тоже только в случае малой объемной доли нанокристаллов появляется пик от нанокристаллов. Но правда это происходит при гелиевых температурах, но все-таки как метод диагностики вполне приемлем. Все вот некоторые из обнаруженных явлений в диссертации, они вылились в патенты, но вот этот патент это как раз на материал вот аморфный кремний с нанокристаллами, который не деградирует под действием освещения. Ну заявка была утверждена еще до защиты диссертации, а сам патент вот совсем недавно был выдан 27 декабря. Здесь правообладатель Московский университет. И есть еще один патент, он украинский, правда, этот патент на полезную модель, потому что когда мы создавали аморфный кремний с нанокристаллами, ну вот вначале я начинал со своими коллегами из Киева, и вот этот патент, по сути дела, посвящен созданию аморфного кремния с нанокристаллами с помощью фемтосекундного лазерного облучения. Работу выполнял я довольно долго, начал ее еще со студенческой скамьи, и надо сказать, что в ходе ее выполнения целой, она поддерживалась рядом проектов и грантов, РФФИ, проекты Министерства образования и науки, СРДФ, за что их хочется поблагодарить. И мне очень приятно отметить, что и сейчас у нас есть два проекта Министерства образования и науки, это уже проекты такого прикладного характера, прикладные научные исследования, связанные оба с созданием материала аморфного кремния с нанокристаллами, и вот хочется отметить, что в каждом проекте есть одно из направлений, пусть небольшое, но тем не менее являющееся продолжением того, что было показано в диссертации. Ну, я поблагодарил фонды, и, конечно же, я хочу поблагодарить Московский университет, работа полностью выполнена в Московском университете. Мне очень приятно выступать в преддверии 260-летия Московского университета. С этим праздником я всех и поздравляю, и благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо, Павел. У нас тоже нашу вопрос. Прошу. Павел Анатольевич, я не понял, ваша доля кристаллического кремния, ну, она невелика в основном, ну, по крайней мере, меньше. В аморфном. Мы могли ее варьировать, начиная у нас самая маленькая была 5% и заканчивая 87%. У тебя там достаточно большая доля аморфных в расходе, там, почему они не деградировали. Почему они не деградировали? Ну, вот здесь следующее. Что касается, когда доля кристаллической фазы очень велика, 87%, то здесь очень просто на уровне большой доли кристаллической фазы деградация вот этих аморфных прослоек уже практически не видна. Тем более, что транспорт, когда такая большая доля кристаллической фазы идет просто по нанокристаллам, оно, в принципе, минует даже вот эту аморфную фазу. Но дело в том, что если создавать просто такой объект аморфный кремний с большой долей кристаллической фазы, то он не будет изменять своих свойств под действием освещения, но у него ухудшатся фотоэлектрические параметры, фоточувствительность. И вот самое интересное, и с фундаментальной, с такой научной точки зрения, это то, что идеальным, и то, что мы показали вот в патенте, для такого элемента является аморфный кремний с долей кристаллической фазы порядка 10-15%. Вот почему он не деградирует? Это действительно очень интересный вопрос, так как там в основном аморфная фаза. И наше предположение здесь следующее. Вот деградация, эффект Степлера-Вронского, он уже давно изучается, есть общее положение, что деградация происходит за счет того, что рекомбинируют электрон и дырка из хвостов плотности состояния аморфного кремния и разрывают слабые СИАЖ-связи, которые всегда есть в гидрогенизированном кремнии. А вот наше исследование показывает, что в корне меняется механизм рекомбинации. Рекомбинация происходит уже на границах нанокристаллов. И энергии для разрыва СИАЖ-связи просто не хватает. Еще вопросы? Хорошо. Майор Федорович, как вы могли бы реализовать возможности периодических подходов к теории неприятных систем для описания из-за того, которое вы изучали, и дальше надо бы продолжать выводить в ваших экспериментах что-то такое, что никак не присутствует существующей теорией. Но про то, что не описывается существующими теориями в этих объектах довольно-таки много. Это и, как я уже говорил, невозможность применения перколяционных моделей и моделей эффективных среды, которые нужно модифицировать с учетом наличия потенциальных барьеров на границах нанокристаллов. Потому что там меняется не только проводимость и фотопроводимость, но меняются энергии активации проводимости. По многим различным экспериментальным данным видно, что смещается или кое-где исчезает полностью порог перколяции. То есть, например, для этих систем известные теоретические методы в принципе не работают. Если говорить о механизмах рекомбинации в такой системе, то вообще в такой системе о механизмах рекомбинации каких-то таких глобальных теоретических моделей и разработано не было. Вот мы, пожалуй, одними из первых предложили и выяснили, что это за рекомбинационные центры, какие имеются, и какой характер имеет рекомбинация носителей заряда. Также очень интересны данные по латеральной анизотропии формы нанокристаллов. Тоже здесь пришлось использовать целую совокупность методов. Потому что если есть анизотропия формы, то, пожалуйста, методы эффективной среды тут же приведут, что электропроводность, тензор и для различных кристаллографических направлений это будут различные значения получены. Но вот опять же, наши исследования показывают, что здесь нужно учитывать потенциальные барьеры. Более того, величина этих потенциальных барьеров зависит от приложенного напряжения, зависит, кстати, в таких структурах и сама анизотропия электропроводности от приложенного напряжения. И барьеры в том или в другом кристаллографическом направлении изменяются по-разному. Ну, если вот кратко, наверное, основные, вернее, если так, основные, которые вспомнили сейчас особенности, я вот попытался привести. Да, теоретические исследования, ну, работа экспериментальная, и надо сказать, что теоретики с крайней неохотой берутся за описание, вообще говоря, таких систем, потому что система очень сложная. Здесь есть и неупорядоченная фаза, здесь есть и нано-кристаллы, самое главное, есть граница раздела, от которой, вообще говоря, от того, в каком состоянии она находится, будут зависеть многие свойства вот этой системы. Поэтому, честно говоря, если смотреть на теоретические работы, то их по этим системам совсем не так много. Еще вопрос. У меня два коротких, простых вопроса. Первый, в своей части вы сказали, что нано-кристаллит и кемия не деградируют. Это я правильно вас слышал? Ну, да, выводятся из организма. Это пара вашей печени, а не очень, что же они? Ну, они спокойно выводятся из организма, они там не накапливаются, не содержатся, и они выводятся. А они не отворяются в организме, они просто выводятся? Да, да, да. Ну, это не относится к данной работе совершенно никак, но, да, вот, насколько я знаю, вот это так. Как у крема еще устойчивый материал? Ну, вот такие данные... Да, что бактерии не едят крем. Ну, это я тут только вот ссылаюсь на известные мне литературные данные. Мы, конечно, биомедицинскими применениями не занимались в работе. И во второй части своей работы вы сказали про низотропные пористые кремнии. Можно ли вашими методами как-то менять характерный размер? В каких диапазонах можно менять размер? И вот какова низотропия? Вот что это? Насколько это там... Дело в том, что менять размер можно и в довольно-таки больших пределах. Ну, вот у нас где-то в том направлении, в котором они вытянуты, было примерно 30 нанометров, там, где с плюсом, это примерно 10 нанометров. Ну, можно представлять их такими эллипсоидами вращения. Менять размер можно в широких пределах, можно получать и значительно большие нано-кристаллы, но там вот эта вот анизотропия пропадает. Поэтому здесь вот именно на таких маленьких объектах обнаружено. Хорошо. Есть еще вопросы? Если нет, давайте поблагодарим. Спасибо. 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 Спасибо.